Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о самых интересных трансферных слухах, связанных с российским футболом. Мы сосредоточимся на Александре Кокоине. В итальянских СМИ прораскочила информация о том, что наш нападающий может перейти в Лацу, в ближайшее трансферное окно. Пока, правда, непонятно, когда именно это трансферное окно произойдет, потому что летом его, по всей видимости, не будет. Ну а в всяком случае, при стечении контракта с российскими коллективами, с Сочи и Зенитом, соответственно, он может перейти в столичный римский клуб. И хотелось бы поразмышлять, сможет ли Кокоин закрепиться в составе Лацу? Какие тут есть плюсы, какие минусы в случае перехода в эту команду и чего, в принципе, ждать от данного коллектива вместе с Кокоином? Хочу напомнить вам, что мои друзья создали телеграм-канал, в котором публикуют бесплатные прогнозы на спорт и помогают зарабатывать на ставках. Все открыто и честно. А самое главное, по статистике, проходимость прогнозов более 90%. Так что, не теряя ни минуты, заходите в телеграм-канал, ссылка в описании. Итак, давайте начнем с очевидных плюсов возможного переезда в Рим. Во-первых, это, наверное, самый интригующий и интересный вариант для Кокоина, который у него сейчас просматривается. Если брать альтернативы, ну, в Зените, скорее всего, его уже не ждут после тех высказываний, которые имели место в интервью Красаве касательно других российских вариантов. Локомотив и Динамо, это, в принципе, тоже любопытно, но, согласитесь, отправиться в Италию за рубеж, тем более в Лацу, который сейчас идет в лидерах чемпионата Италии вместе с Ювентусом, их там разделяет всего одну очко. Это действительно очень круто и очень интересно, и вся страна, уверен, будет поддерживать Кокоина, потому что давненько не было наших футболистов в таких масштабных проектах за рубежом, как нынешний Лацу. К тому же, хотелось бы отметить, что итальянский футбол может неплохо подойти к Кокоину. Во-первых, Александр уже выступал под руководством итальянского наставника, напоминаю, это был Фабио Капелло в сборной России, и он делал достаточно серьезную ставку именно на Кокоина. Ну и мне кажется, что Саша сам по себе сейчас может подойти под нынешнюю стилистику серии А, где играют во все более и более смелый и интересный и конструктивный футбол. Здесь Саша может оказаться как нельзя кстати, тем более, что Лацу это одна из самых забивных команд. Но касательно стилистики игры Лацу мы поговорим чуть-чуть попозже, пока же сосредоточимся на других плюсах. Во-первых, это нынешний уровень итальянского клуба. Лацу находится на втором месте в серии А, отстает всего на одно очко от Ювентуса, лидирующего в этом чемпионате. То есть мы можем констатировать, что римский клуб сейчас очень здорово поднялся, и Кокоин в каком-то смысле переходит в топовую европейскую команду. Конечно, римлянам еще нужно закрепиться на топ уровне, еще доказать свои амбиции. Но здесь мы видим, что коллектив очень здорово прогрессирует, и шансы на то, что Кокоин станет здесь серьезным игроком и важным элементом игры, вполне себе реальны. Поэтому Саша может стать важным футболистом в большой европейской команде. Когда у него еще может появиться такой шанс, как не сейчас. К тому же хотелось бы отметить, что Лацу с серьезной долей вероятности попадает в Лигу чемпионов. А это для Кокоина также важный стимул, важная мотивация и важный шанс себя показать. Среди прочего, хотелось бы упомянуть главного тренера этой команды Симоны Индзаги, который, во-первых, является одним из лучших, на мой взгляд, итальянских наставников, так скажем, новой волны. И поработать с ним – это, в общем-то, настоящая удача для любого уважающего себя футболиста. Во-вторых, при Индзаги очень здорово раскрываются футболисты, которые, скажем так, испытывали проблемы в своей карьере и приходили в Лацу на спаде. Ну, например, вспомните и Мобили, который отправился за рубеж, неудачно поиграл в Германии, не прижился в Севилье. И вот отправился в Лацу, где в итоге раскрылся просто великолепно. Леева тот же самый, помните, такого бразильца в середине поля Ливерпуля, тоже, как тот под конец своей английской карьеры под Закис, вернулся, соответственно, в Италию и вот, пожалуйста, показал отличный футбол. Да, дальше понеслись травмы и другие проблемы, но здесь смогли как-то его встряхнуть и перезагрузить карьеру. Здесь, например, вторую молодость переживает Ачерби, тот самый футболист, который, к слову, мог переехать в Россию. Игрок, которому сейчас уже далеко за 30, который, казалось бы, находится в сложной ситуации, потому что у него были проблемы со здоровьем, у него была онкология, если ничего не путаю, были определенные проблемы и с травмами, и многие считали, что все, потихонечку сейчас он пойдет на спад. И, возможно, поэтому были слухи про его переезд в российский чемпионат, но вы сами понимаете, не от хорошей жизни сильные футболисты из Италии едут в Россию. Но потом он отправился в Лацио, и сейчас ведущий защитник команды, который борется за Скудетто. Здесь, стоит признать, Симоне Инзаги и тренерский штаб Лацио умеют встряхивать футболистов и умеют давать им новый шанс. Кстати, есть и другие примеры. Луис Альберто тот же самый в Испании, у него как-то карьера подзакисла, не мог он никак раскрыться. В Лацио сейчас он, напротив, великолепен, один из лучших креативных футболистов Италии. И Хоакин Карре, например, тоже вот в Севилье, у него как-то не шла карьера. А вот он отправился в Лацио, и здесь раскрылся. Кстати, любопытная тенденция. Для того, чтобы заиграть в Лацио, нужно сперва неудачно перейти в Севилью. Это было у Имобили, у Луиса Альберто, это было у Хоакина Карре. Хотя, может быть, Кокорину сейчас по-брысному сгонять в Севилью, там провалиться, чтобы потом перейти в Лацио. Может быть, это поможет. А если говорить по факту, то мы здесь видим очевидный такой факт, что команда умеет перезапускать карьеры. И здесь Кокорин после своей длительной отсидки, после травмы и всего прочего, может оказаться как раз нужным клиентом, которого здесь, что называется, перезапустят. Это чем-то похоже, кстати, на Ростов. Вот в ростовской команде сейчас умело перезапускают карьеры Еременко, Папуа, других исполнителей. Вот Лацио, это местный вариант Ростова. Кстати, здесь еще и экс-игрок этой ростовской команды Баштуша играет. К слову, может быть, это тоже плюс, то, что здесь есть футболисты с российским опытом. И Баштуша, и Кайседо. Вот, пожалуйста, люди, которые могут, так скажем, найти общий язык, с какой нам обменяться парочкой фраз. А, возможно, помогут адаптироваться. Тоже, знаете ли, определенное преимущество данной команды. Также хотелось бы отметить, что Лацио, это очень забивной коллектив. Они забили, например, в этом сезоне 60 мячей в 26 играх. Потрясающий показатель. Для сравнения, лидер чемпионата Италии Ювентус забил всего 50, то есть куда меньше. Единственная команда, которая забила больше римского клуба, это Аталанта. Но здесь понятно, это сверхатакующий коллектив. С ними в этом плане спорить бесполезно. Но все равно, команда охотно и много забивает, и это плюс для Кокойна, как для нападающего. Что касается конкуренции, она тут присутствует. Да, конечно. Есть и Мобили, который проводит сумасшедший сезон. Есть Хуакин Коррея, который также великолепен. Есть, кстати говоря, Кайседо, тот же самый, который, выходя со скамейки или подменяя кого-то в основе, успел уже забить 8 мячей, отдать 5 голевых в 29 матчах. То есть подборка исполнителей хорошая, но, во-первых, нужно отметить важный нюанс. Команда играет в двух нападающих по схеме 3-5-2, который, кстати, почти никогда не меняется. Тоже, кстати, плюс. Статичность схемы, то, что команда примерно в одном и том же сочетании действует, в одной и той же схеме, это элемент стабильности, который может помочь Кокойну адаптироваться. Но вернемся к нападающим. Нападающим. Здесь два нападающих в основе. И таким образом всего один остается на подмене. А не дай бог травмы, какие-то дискварификации, проблемы, команда вообще может остаться без резерва. Поэтому еще один нападающий здесь экстренно необходим. Тем более, что есть современное требование, два футболиста на одной позиции. Вот здесь Кокойн как раз будет как нельзя кстати. К тому же хотелось бы отметить, что и Кайседо, и и Мобили, это уже ветераны, им за тридцатник. Поэтому здесь, учитывая то, что Лацио в ближайшее время нужно играть на несколько фронтов и в Еврокубках, и в Италии, может понадобиться еще один футболист, чтобы разгрузить график и чтобы поактивнее шла ротация состава. Но и здесь Кокойн может прийти как нельзя к месту. Тем более, что он футболист бесплатный. То есть на правах свободного агента может прийти в следующее трансферное окно. А учитывая то, что Лацио команда не богатая, им сейчас нужно в определенном смысле экономить деньги в условиях того же самого коронавируса. Я думаю, Кокойн, как свободный агент, может стать для них лакомым кусочком. Ну и важнейший момент, конечно же, это то, что Лацио в этом году не впечатлил в Еврокубках. Они участвовали в Лиге Европы и в шести матчах группового этапа четыре раза проиграли. При том, что соперники были, ну, не самого высокого уровня. Клуж, которым они проиграли, Рен, Селтик из Глазго, ну, прям, скажем, не топ-клубы. Второе место серии А таких соперников должно просто выносить в одну калитку. А здесь полный провал. И во многом это связано с тем, что не хватает Лацио, глубины состава и плотности на скамейке запасных, чтобы участвовать в двух важных турнирах одновременно. И поэтому для следующего сезона, где они, скорее всего, будут участвовать в Лиге Чемпионов, им нужно укреплять скамейку запасных, нужно искать новые варианты. И вот, пожалуйста, Кокорин может прийтись как нельзя кстати. Ну, а касательно минусов, здесь их, конечно, достаточно много. Во-первых, Саша не играл никогда за рубежом. Переезд в Европу может стать для него определенным кризисом, определенным таким стрессом. Посмотрите, вот, например, Смолов зажег в одном отдельно взятом матче в Испании против Реала, а дальше как-то ушел в тень. Кокорин все-таки привык стабильно играть в основе с первых минут, а в Лацо ему никто не гарантирует стабильное место в стартовом составе. Здесь запросто он может оказаться игроком ротации. Схема игры 3-5-2, она не особо, как мне кажется, привычна для Саши, потому что он большую часть своей карьеры провел в командах, которые играют в 4 защитника. А надеяться на то, что Инзаги поменять расстановку не стоит. Этот тренер, что называется, зависит от схемы. Он привык к этой расстановке, поэтому здесь именно Кокорин придется адаптироваться под эту модель игры. Ну и что очень важно, Лацо хоть и забивает много, но ее сложно эту команду назвать атакующей. У них, например, процент владения в среднем по сезону 50,1, то есть чуть больше 50. И Лацо является всего лишь десятой командой Италии по проценту владения в среднем за игру. То есть они играют зачастую не первым номером, а на контр-выпадах. Тем более, что вот как раз-таки по количеству мячей, забитых в контр-атаках, они занимают второе место, по-моему, после Пармы. То есть в основном они стараются быстро выбегать вперед и там вот забивать эти галешники. И много забивают именно на контр-атаках. Плюс к этому хотелось бы отметить, что по количеству ударов Лацо является лишь седьмой командой Италии. То есть это опять же подтверждает контр-атакующий стиль римлян. А все-таки Кокорин к такому варианту игры не особо привык, если вспоминать его российские коллективы, которые в основном старались много владеть мячом и работать первым номером. А здесь мы видим, что Лацо хоть и является второй по результативности командой, при этом они лишь седьмые по количеству ударов. То есть здесь шансы, вот эти удары, их нужно экономить. А вот у Кокорина периодически с этим бывают проблемы. Так что здесь есть определенные сомнения. С другой стороны, когда, как не сейчас, Кокорин, если он получит такое предложение от Лацо, должен на него откликнуться. Ну, потому что итальянцы, они умеют сделать предложение, от которого нельзя отказаться. И Саша должен выбрать правильный вариант, отправиться в Европу. Ну, а с вами был Константин Калуцкий. Если ролик понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Всем удачи и всем пока!